Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И вновь я в студии любимой своей радиостанции Радио Медиа Метрикс и со своей программой «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Мы говорим о ценностях, мы говорим о стратегии, мы говорим о менеджменте. И в предновогоднюю пору хотелось бы поговорить о том, что действительно, ведь стратегия – это некое размышление о будущем. Работает ли сегодня в наше время вообще стратегия, стратегический менеджмент? И именно об этом у нас сегодня будет достаточно легкая, веселая, несмотря на сложность этого вопроса, беседа с очаровательнейшей, с умной, прекрасной женщиной Татьяной Спурновой. Татьяна, привет! Спасибо! Всем привет, всем доброе утро, Ром, спасибо! Да, я думаю, что о сложном лучше говорить просто и легко, потому что на самом деле книжки, они всё усложняют, а практика, она всё показывает, что на пальцах-то всё гораздо легче. Знаешь, я с тобой абсолютно согласен, вот всегда всё самое сложное проще объяснить простыми примерами. Я когда в коуч-сессиях разговариваю, особенно с мужчинами, я всегда перевожу, знаешь, я тебе сейчас расскажу такую вещь в отношениях между мужчиной и женщиной, и привожу из своего богатого опыта взаимоотношений простой пример, говорю, всё, я понял, всё, я понял. Всё метафорично. Да, 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 да. Слушай, ну давай вернёмся к нашей теме. Стратегий, стратегический менеджмент, работает ли он вообще? Насколько далеко и глубоко ты в стратегии и стратегическом менеджменте? Слушай, я там каждый день, я помогаю бизнесам выстраивать стратегии, бизнесам, правительством строят стратегии, и для меня стратегия – это гипотеза. Жить просто в настоящем – это классно в моменте, да, это важно, но иметь какие-то цели, а зачем ты живёшь в настоящем, и куда вообще в целом ты движешься, да, это очень важно, и от этого зависит твоё настоящее. То есть фактически, когда ты понимаешь некое направление движения, да, наверное, сегодня стратегически сложно понимать что-то более точно, чем, ну, хотя бы направление движения. Ты понимаешь, что ты должен делать сегодня, чтобы оказаться там завтра, да, и поэтому стратегия для меня – это некая точка опоры, и для бизнеса, да, некая точка опоры, которая даёт бизнесу направление движения, даже если у тебя огромное количество неопределённостей вокруг. Но ты хотя бы понимаешь какой-то вектор, да, который ты каким-то образом можешь создать какой-то образ результата. И, например, ты можешь, стратегией может быть там, несмотря на все обстоятельства, мы растём чуть выше рынка. Всё, то есть и это уже может быть стратегия, которая будет определять бизнесу конкретные шаги, которые нужно делать сегодня, чтобы чуть-чуть выше рынка, несмотря на обстоятельства, например, расти. Удивительно. Знаешь, почему удивительно? Вот, казалось бы, да, когда мы говорим о будущем, да, сразу вспоминаем какие-то гадалки, там, спиритические сеансы, мы, к счастью, видели, как мы работаем, да, и я видел, как ты виртуозно ведёшь сессию, ты наблюдала за мной, и в твоём и в моём случае в момент начала сессии не было явно, куда мы придём. Но чудо заключается в том, что нам удалось привезти, и люди сами пришли, мы им помогали в этом дороге отсвечивать, показывать дорогу, знаки дорожного движения или что-то ещё, вот к тому какому-то образу будущего. Как он рождается? Вот расскажи самые яркие какие-то примеры в своей жизни, как у тебя рождались вот эти образы будущего в этих моментах? Слушай, мне кажется, здесь нужны... Знаешь, я где-то, я недавно проводила обучение, и мы как раз говорили о том, как вообще выстраивать какое-то будущее, да, и почему-то будущее, и мы зашли в такую интересную тему, чтобы выстроить будущее, вот с моей точки зрения, нужно стать ребёнком. Ребёнком, потому что когда ты в позиции... То есть критическое мышление – это классная штука. Да, но оно в построении будущего немножко мешает. И для того, чтобы... Вот для меня эта история как будто... Представь, что у тебя есть кастрюля спагетти. Дети мои сейчас порадовались. Спагетти – это любимое. Спагетти. Вот у тебя есть кастрюля спагетти. И там хаос. Они все переплетены, да, и ты начинаешь закидывать какие-то идеи, вопросы, какие-то гипотезы. И это некая история открытого ума и фантазии. А почему бы нам? Да, потому что мы же как можем строить стратегию? Мы можем строить стратегию, мы берём и говорим, что мы хотим вырасти на 20%. Ну, например, да. Хорошо, это понятная цель. Но потом ты всё равно должен выключить вот этого вот думающего, мудрого, умного человека и пофантазировать, и оторваться немножко, да. И для этого перестать играть во взрослого в бизнесе, да, знаешь, там, в серьёзную дядечку, тётечку, да, а стать просто вот оторваться и сказать, а что мы можем сделать не так? Потому что, чтобы тебе вырасти... Понятно, есть, можно какие-то действия делать лучше, чуть-чуть эффективнее, да, но глобально сегодня бизнес конкурирует не тем, что... А бизнес конкурирует, это про по-другому. Вот смотри, я великолепно представляю как-то струльку спагетти, заглядываю в неё, там, как бы всё непонятно, и вот там дети мои берут опять же метафоры, достают и пробуют, готово или не готово. Что будет для тебя вот этой вот спагеттинкой, когда они скажут, готово или не готово? Ты знаешь, это, наверное, во-первых, хоть и спагеттинка, это готово. А во-вторых, тебе важно из вот этого вот расплести эту историю и выбрать ту одну ниточку, которая и будет твоей гипотезой в будущем. Как это происходит, какие-то инсайты, что? Как вот, как люди на сессиях это понимают? Первая история, ну, давай так, мы приходим в бизнес с какой-то своей хорошей экспертизой, да, но фактически на 100% не обладая той экспертизой, которая обладает сам бизнес. Ну, я имею в виду профессионали, да, в той сфере. Да, мы приходим послушать их мнение. Да, но при этом у нас есть огромный опыт работы в других индустриях, с другими индустриями. И первая история, что нам важно людей расширить. То есть вот вытащить из, мы выстраивали, очень сложно говорить, когда у тебя 99,9% работы под индеем. Давай образно, проспадите. Давай образно. Мы очень часто, мы работали с клиентом. Мы работали с клиентом, это крупная международная компания, задача была там вырасти в определенной пропорции за счет чего, и мы искали за счет чего. Было более 50 человек, умнейшая техническая история, умнейшие в основном мужчины. И задача была найти за счет чего. И когда мы туда нырнули, а вы вот это делаете, казалось бы, простейшие вещи, словно говоря, продавая продукт, вы сервис продаете. А задача была развить сервис. Нет. А эта история прекрасно работает в автомобильном рынке, но в целой огромной смешной, не смешной, в другой отрасли этого нет. Мы говорим, а почему? Потому что это никто не делает. Но когда ты приходишь со стороны, и часто вопросы, а вот вы там не работая в нашей индустрии, как можете вот нам помочь, да, как раз вот этим вот. Помочь расширить, потому что насмотренность, которую ты получаешь, и ты сам это знаешь, работая с огромным количеством разных индустрий, она огромная. И здесь вопрос, что ты берешь вот эту модельку, а давайте попробуем, и вот это то, что часто выстреливает. И казалось бы, это простейшие вещи, но просто есть у всех у нас есть какая-то там зашоренность в своем каком-то, в своей какой-то истории. И первое, что важно, это расшириться, вытащить людей за границей своего мира. И показать, что есть, есть же еще другой. Супер. Смотри, а вот иногда не просто хотят же образ будущего, да, а иногда хотят конкретику. Вот, например, берем нашу кастрюльку со спагетти и сыпем туда соус амбициозности. Что окно возможностей есть, возможностей вырасти кратно есть, а команда не хочет, не знает, а лидер хочет и не понимает, почему он их зовет за собой, а они нет. Как привить вот эту амбициозность в возможностях видения стратегии? Слушай, мой опыт здесь, здесь такие два лайфхака. Первая история, когда руководитель хочет куда-то везти, ты знаешь, я приведу примеры жизни. Давай. Я приведу примеры жизни. Года два-три назад моя подруга говорит, слушай, поехали, давай возьмем родителей. А у нас как-то было все очень-очень плотно, что летом не получалось вот прям какой-то полноценный отпуск взять. Вот. А хочется, чтобы дети на море оказались. Вот. И у меня, значит, подруга говорит, слушай, у меня едут родители с дочкой, давай бери свою маму, возьми няню и пусть они едут вместе, им будет весело там, в Грецию классно, там две-три-четыре недели. Я такая классная, знаешь, с этой идеей звоню маме и говорю, мам, слушай, Греция офигительная страна, вообще просто, шопинг как ты любишь, море как ты любишь, еда вкусная. И мне мама говорит, нет, мне это не нужно. И я сижу и задумалась, и такая думаю, ну как же, Греция классно, все здорово, море. Я предлагаю такие вообще, такую классную возможность вообще провести там время в крутом отеле. И я, знаешь, я что-то я сижу, мы разговариваем с моим другом, он психолог, я говорю, слушай, представляешь, я даже не пойму, мне так нужно, чтобы дети поехали на море, и мне так нужно, чтобы мама поехала на море. Он мне говорит, так ты скажи, я говорю, сказать что? Говорит, так ты скажи, ты попроси, ты объясни, не зачем это ей нужно, придумывая, а скажи, почему это нужно тебе, чтобы она это сделала? И ты знаешь, я сделала попытку номер два. Я говорю, мам, слушай, у меня летом не получается поехать на море. Мне, а у меня мама домоседка, она не очень любит куда-то ездить, и ей вот действительно очень сложно. Я говорю, ты знаешь, ты мне очень поможешь. Она говорит, хорошо, когда ехать. И здесь вопрос, мы продаём то, что нужно нам. Это первая история, второе, это нужно продавать. Но продавать не так, как что, ребята, давайте там вот X10 делать, да? А продавать это нужно с точки зрения того, а почему это нужно людям. Зачем это нужно людям? У нас было одно очень интересное внедрение, когда была компания, которая не могла перевестись нормально на автоматизацию, даже складской учёт. Причём огромная компания, огромный бизнес, обороты, записи в журнальчиков. Они могли, потому что достаточно простой персонал. Было сильное сопротивление. Ну, электриков, да, условно. Они не могли обучить, да, то есть они ездят по точкам, приезжают в город, точки обычного круга, они работают с очень крупными компаниями и бизнесами. И мы говорим, они уже вот три раза пытались, ничего не получать. Мы говорим, слушайте, ну давайте просто, понятно зачем, и они пытаются продавать, что вот мы будем ещё более крутой компанией, у них всё хорошо. Там очень простые люди, им нужно время в гараже встретиться, потом там с мужчинами пиво попить, или я не знаю, там в кино сходить или ещё что-то. Я говорю, слушайте, давайте подумаем, зачем это людям нужно. Людям зачем это нужно. И когда мы нырнули в эту историю, что для людей важно? Для людей важно каким-то образом регулировать либо своё время, либо свой доход. Да, то есть условно говоря, им нужно либо чуть больше получать, это может им дать возможность, потому что им не нужно ездить в город и делать запись в журнальчике. за это время они могут либо одну-две точки ещё загородные посетить и либо больше заработать, либо получить столько же, но получить больше времени. И когда мы это показали, плюс посчитали экономическую эффективность этого и увидели, что если люди обучатся, они станут более квалифицированы. Тогда у нас есть риск, что их конкуренты перекупят и мы сказали, что мы вам ещё увеличим на чисто 10-15% зарплату, потому что они становятся уже такими продвинутыми с точки зрения владения всякими CRM-системами. Вот, они говорят, ой, интересно. И через вот эту историю, и мы сказали, давайте делать это не на бегу, давайте как взрослые выйдем там в какое-то, это не московская компания, а выйдем в загород, и мы поучимся. То есть не то, что вот мы перешли, да, и мы реально, мы занесли складские остатки, учась. Просто все забивали, тем самым мы за один-два дня мы внесли эти складские остатки, люди увидели, что там реально три кнопки. Это работает, да. Там реально сделать три кнопки, всё, ушло это сопротивление, людям подняли зарплату, и человек сам смог регулировать, либо он в этот день работает больше, и в среднем он может заработать где-то на 20% больше, ещё к 10, и он этим управляет. Либо у него появляется больше свободного времени, но ему поднимают зарплату, потому что он сейчас более квалифицированный специалист. Вот очень важно понять, зачем это не только тебе нужно, а продать людям, показать их выгоду от этой истории. Окей, итак, мы с тобой стартанули с того, что говорили о том, что такое стратегия вообще, да. Ты сказал, что это гипотезы, и это очень классная точка опоры для компании, которая формируется в некий вектор развития и такие как бы образ-результат. И это похоже в какой-то степени на кастрюльку, где варятся эти спагетти, и нужно вот эту одну удочку потянуть, чтобы вот эти, как бы они там все и там, как бы вышли на тарелку в нужном формате. Тогда останется всем понятно. И если ты хочешь добавить какой-то соус, любой, в том числе, например, амбициозность, ты должен просто сначала понять, зачем это тебе нужно, честно сам с собой, руководителям объяснить, потом найти понятия и зоны потенциального роста у сотрудников или у топ-команды, с которой ты работаешь, поговорить с ними честно, откровенно, почему это тебе нужно, и спросить, а что вы хотите тоже взамен. Дать им это, и по сути, получается, схлопывается вот это. Ну, смотри, для меня она никогда не схлопнется без клиента, потому что фактически в моей практике очень часто встречаются бизнесы, которые вообще не держат клиента в фокусе. Они работают над эффективностью, над продуктами, но не учитывая какие-то там точки роста клиента, да. А есть бизнесы, которые строят классные экосистемы, да, то есть они чётко понимают, где их клиент, какой клиент, что ему нужно, да, они на кончиках пальцев его чувствуют. Вот для меня стратегия, она прежде всего, ну, во-первых, это максимально вероятная гипотеза, да, из тех, которые, ну, там, не знаю, ты её тестишь с трендами, аналитикой, кастевами какими-то, да, но это какая-то всё равно гипотеза, да. На тот момент времени, когда ты её выстраиваешь, она максимально кажется вероятной, ну, исходя там из какого-то есть, команде, команде, топ-команде, акционерам, советы директоров, да, неважно, кто там отвечает в компании за стратегию, но на этот момент из всех возможных гипотез, да, вот из всей этой кастрюли спагетти в виде идей, да, вот их там миллион этих идей, да, вот этот набор идей в виде вот этой вот спагеттинги кажется вот максимально вероятным. Потом ты понимаешь, а соус-то какой, да, он в продуктах, он в эффективности, вот в чём он. И здесь, мне кажется, тоже очень важно учитывать то, что рынок сегодня меняется очень быстро. Потребительские предпочтения, модели потребления меняются очень быстро. То есть, условно говоря, люди делают выборы сегодня не так, как они делали вчера. Да, кто-то там делает из страхов, кто-то делает там из того, да ладно, один раз живём. То есть, очень-очень странно, потребители себя по-другому ведут, да, и ты даже не можешь опираться на какой-то опыт год назад, потому что за этот год произошло такое количество событий, что сами паттерны потребления поменялись очень сильно. Факт. Вот, поэтому я считаю, что это клиент, это эффективность с точки зрения внутренних процессов, это люди, да, которые должны и ценности разделять, и продукты понимать, и клиента уважать, да, и так далее. То есть, это вот сотрудники, которые эту историю в итоге реализуют. Поэтому здесь несколько таких факторов, да, но вот я говорю, что клиент, это фактически, но мы берём бизнес, да, клиент это основной источник дохода. То есть, по большому счёту, каким соусом заливать спагетти, должен нам сказать клиент. Ну, конечно, конечно. Вернёмся к стратегическому менеджменту. Я общаюсь с большим количеством людей, наверное, точно так же, как и ты, и у людей с разной подходой. Кто-то говорит, да, мы за видение. Мы перестали делать видение, другие, третьи говорят, что вообще какой план, тут надо непонятно что, горизонт планирования два дня. Как ты считаешь, с учётом текущей обстановки, какой бы ты, тем более в преддверии новогоднего периода, ты бы могла дать такую рекомендацию, ну не совет, но как бы рекомендацию, нужен ли стратегический план, нужно ли видение, нужно ли планировать будущее или вот жить в моменте, реагируя там на текущее обстоятельство. Слушай, нужно, да, мой совет нужно, потому что, ну, во-первых, у меня была тоже очень интересная история, я, знаешь, я, как и все люди, наверное, мы ищем какую-то в неопределённости точку опоры. И я, честно говоря, всю жизнь, ну не всю жизнь, но какой-то период своей жизни реально думала, что точка опоры должна быть во мне. Вот всё вокруг нестабильно, а я стабильна. И когда наступили особенно февральские события, я поняла, что я её теряю, эту точку опоры, немножко, да, у тебя такое количество неопределённости, что ты не... И такое количество сменяющихся обстоятельств, вообще меняется парадигма, да, что она немножечко как-то... Я сама себе не очень... И ты начинаешь искать её, да, опираться на других людей, ну, тоже такая история. Вот, и я стала искать, вообще смотреть эту, углубилась немножко в эту историю, а как, где, да, вот эта точка опоры. И ты знаешь, особенно перечитав Франкла «Скажи жизни», да, вот он очень чётко обозначает там эту точку опоры, эта точка опоры в будущем. Всё-таки в будущем. И она самая надёжная, потому что когда ты знаешь, что у тебя оно есть, пусть это на уровне даже, знаешь, где-то... Это твоего представления об этом будущем, да, но мы же говорим всё-таки про адекватных людей, которые там не суперфантазёры, да, всё-таки люди, которые там, ну, примерно в состоянии понимают, что они могут выстроить, да, и где они могут оказаться, и какие у них есть возможности, ресурсы, окружение, да, то есть мы же выстраиваем этот образ, исходя из, ну, какого-то своего видения, да, не совсем уж абстрагировавшись от точки А. Вот. Хотя есть модели построения стратегии вообще убрать всё, да, и пофантазировать. Да, такой даже это не форсайт, а вот что-то вот такое, вот брейншторм, да, такой. Вот. Но фактически ты же всё равно, исходя из сегодня, да, и когда ты ставишь в будущем какую-то точку, в каком-то будущем, да, чуть-чуть более отдалённым, чем один год, года через три, лет через пять, да, какое-то видение создаёшь, чтобы у тебя появляется опора в себе. В себе это имеется в виду в себе, в команде, в бизнесе, да, почему? Потому что тебе очень просто принимать решение. Ты понимаешь, вот то действие, которое я сегодня делаю, или ту инвестицию, которую я сегодня делаю, или тот проект, который я захожу, или тот продукт, который я запускаю, он мне там поможет оказаться или не поможет? И тогда появляется фокус, потому что ты перестаёшь делать какие-то лишние шаги, кидаться за какими-то, казалось бы, понятными, но по факту непонятными возможностями. То есть видение помогает тебе принимать решение, это тебе нужно, это тебе не нужно, нужно всегда вкладывать деньги или не нужно. Да, то есть это для меня, вот, например, это очень понятная, знаешь, такая система координат для принятия решений. То есть если я вот это вот делаю, это клиенты мне деньги за это принесут, если этот продукт, это в рамках потребностей. Если я сюда инвестирую, это вот меня туда приведёт или отдалит оттуда. Да, и вот это вот очень, это как маяк такой, знаешь, ты вот куда-то плывёшь, где-то вот направление, понимаешь, да, задаёшь какие-то рамки навигатора, барьеры какие-то появляются, ты там вот их как-то оплываешь, проплываешь, но ты понимаешь, куда ты плывёшь. Да, ты вот понимаешь это направление, и тогда легко принимать решение. Итак, план нужен, и план это точка опоры. Видение, какой-то хотя бы образ, да, вот этого твоего будущего, некого результата во времени, да, где ты хочешь оказаться. Что мы можем сказать противникам того, что это, зачем тратить время на то, что завтра прилетит очередной чёрный лебедь, и всё опять пойдёт в тар-тарары? Ну, это хорошая история, это хорошая история, и я считаю, что если мы говорим о существующем бизнесе, у которого есть обязательства, сотрудники и так далее, без видения трудно будет сидеть и ждать чёрных лебедей, да, ну, вопрос в том, что рынок меняется, и ты в какой-то момент просто окажешься вне его, да, если ты этим не будешь заниматься, этим планированием в будущее. Если мы говорим о стартапах, то, конечно, мы живём в настоящем, мы используем возможности, видим, как мы эту возможность можем... Просто очень гибко меняем потенциальное и ценностное предложение, да? Но большой бизнес может рядышком выстроить модель мини-стартапа в виде отдела развития, отдела разработки продуктов, да, такого акселератора, да, скажем так, при себе, в котором отрабатываются идеи, и тем самым, окей, прилетел чёрный лебедь. Но чёрный лебедь может оказаться как риском, но чёрный лебедь может оказаться возможностью. И возможностью, да. Да, и вопрос в том, что тогда это поможет тебе быстро. Поэтому здесь такая моделька, когда ты как лайнер плывёшь, потому что у тебя есть на борту люди, цель, ты уже плывёшь, ты не можешь просто остановиться, не причалив к какому-то берегу. Ну да, 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 да. Вот. А как... И ты выпускаешь там лодочки, посмотрите, что же там вокруг. Вокруг происходит. Позагорать, да. Здесь рыбку половить, здесь там, я не знаю, проверить, что за азберг, позагорать, да. Вот. И тем самым ты как бы дополняешь возможности вокруг. А может, ты переключишься на что-то, да. То есть можешь просто перетрансформируешься во что-то другое, да, если ты будешь понимать, что окей, чё-то лайнер, всех на шлюпки посадишь и поплывёшь дальше. Да, да, да. То есть он на мель сел случайно, да. Слушай, очень интересно, но вот эти важные моменты... Мне нравится, как ты рисуешь. Да, 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 я тут всё везде, ну, видишь, такой майндмэд. Действительно, когда человек, ведущий реальный бизнес, имеющий как бы физическую привязку этого бизнеса, говорит о том, что ему планы видения не нужно, наверное, он просто реально не понимает, как выглядит как бы в пространстве его жизни. Это реально, есть сотрудники, им надо платить зарплату, есть закупки, продажи, производство, неважно, аренда, офисов, и ты тут в любом случае должен что-то планировать. И это планирование, оно никак не связано в целом с чёрными лебедями. Но, абсолютно классно сказал, что любые идеи в виде стартапа, MVP, пробовать там запускать, прилетело, не прилетело, прилетело какой-то маленький бюджет на тестирование этих идей. Да, да. А скажи, пожалуйста, похоже ли это на некую диверсификацию? То есть вот эти лодочки. Когда, например, есть у тебя основной кэш-генерирующий большой бизнес, который реально устойчивый, но будущее которого в десятки лет не очень-то просмотрено, но сейчас там 5-3-7 лет оно реально работает. И приносит деньги, деньги скапливаются, что делать условно, да, проблема, казалось бы, да. И вот здесь, наверное, как раз эти лодочки и могут помочь. Да, да, конечно. Ты ищешь, ты тестируешь, ты видишь, и потом ты видишь то, что, а, может войти в твой бизнес? Или то, во что твой бизнес может чуть позже перетечь? Да, ты смотришь, а может быть это M&A какие-то истории, да, может это какие-то объединения с чем-то, может это покупка кого-то, да, то есть это какая-то история, как за счёт кого-то, да, ты будешь расти. И поэтому это важно, нужно, и мы не можем жить только сегодня. Да, сегодня тебе обеспечит какой-то задел на завтра, если не случится, ну, какой-нибудь кризис или ещё что-то, да, вот, или какие-нибудь, не знаю, законодательные инициативы, да, ну, много может точек риска, да, скажем так. Вот, но в любом случае, то есть, ты знаешь, по-моему, по-моему, это как раз британская система менеджмента, где они очень чётко обозначают четыре обязанности. Ну, если мы возьмём, допустим, средний бизнес, да, там, малый и средний бизнес, это, скорее всего, SEO, SEO Chief Executive Office, да, и там очень интересное обозначение роли SEO, то есть задача SEO, это выстраивать путь, я сейчас не дословно, да, но я сейчас, вот, по сути, это выстраивать путь бизнеса, обеспечивать ему будущего, будущее, находя возможности и устраняя или обходя препятствия. И вот это очень точная роль, да, и она не бьётся немножко с нашим понятием генерального директора, и поэтому вот эта история мне очень нравится. И там же, по-моему, они обозначают, это я где-то в гарвардской школе видела, вот, они там очень чётко обозначают четыре роли SEO. Первая задача SEO, это построение стратегии, всё, это просто обязанность, некая такая, знаешь, должностная, всё, это просто такой маст, без которого ты... Вторая история, это построение, это ресурсы, да, то есть эти ресурсы должны быть правильно выстроены под стратегию. Третья роль SEO, это задача, это орг-модель, соответственно, в которой ресурсы, то есть ты вот эти ресурсы должен грамотно распределить по правильным людям, выстроить модель, которая качественно взаимодействует, не тратит эти ресурсы зря, да, а наоборот эффективно их использует, под которую выстроит команды, да, то есть это орг-модель, которая будет этими ресурсами качественно распоряжаться для реализации стратегии. И четвёртая, это корпоративная культура. Да, то есть это та культура, в которой реализация стратегии максимально достижима, да, это ценностная история. Сразу про культуру тогда я тебе спрошу. Очень важный момент, ты знаешь, вот ещё прямо в тот момент, когда я хочу, команда не хочет, да, ведь стратсессия или стратегия, это, ну, как бы там вещи, стратсессия, инструмент для формирования стратегии, один из, да, но было бы классно, если бы мы с тобой взяли собственника этого SEO, который всё понимает, у него четыре функции, он прокачанный, и желательно западным образом, я с ним поговорил, ты с ним поговорила, всё, он пошёл делать. Он ушёл за дверь, через 15 минут стучится, говорит, Роман, Таня, проблема-то я всё понял, что с людьми делать, как мне их, как мне их сделать так, чтобы они поверили в нашу стратегию. И вот мне кажется, когда вот они сидят там все, думают, создают вот это видение будущего, что происходит, вот какая должна быть корпкультура, чтобы люди на своём месте, топы от них, приняли соучастие, считали, что это стратегия их, а потом после стратсессии или выработки стратегии пошли и, как сказать, грудью своей пробивали дорогу в своих командах, почему это не происходит часто и что нужно сделать, чтобы это происходило? Мне кажется, первая история, корпкультура, это, ну, это ценности, прежде всего, да, это ценности, которые, вокруг которых объединяются команды. Если люди не перепрошиты, вот прямо не прошиты этим ДНК, компании, миссии, ценности, да, и вот, знаешь, вы говорят, ну, там миссия, да, многие её даже не знают, да, я, например, знаю очень чётко свою личную даже миссию, и это помогает мне, опять же, как некая стратегия, да, понимать, а я... Опора, это честно, твои внутренние опоры. Да, я понимаю, что вот если я это делаю, это помогает мне её реализовывать или как бы или отдаляет меня, да, от того, что я вообще, ну, хочу делать. Вот, и здесь вот очень чётко, то есть это ценности, которые команда должна разделять. Мы понимаем, что со сменой, например, менеджмента может меняться культура. И культура в том числе. Со сменой, допустим, ну, была компания, да, была компания, да, и вдруг компания понимает, что, блин, если они не станут вообще интересоваться какой-то историей цифровой трансформации, там, автоматизации процессов и так далее, любая бизнес-модель, она конечна. То есть, условно говоря, ты доходишь до какой-то точки, да, и ты с точки зрения прибыли ты просядешь, потому что тебе нужно поменять её, да, потому что ты не можешь просто много-много-много-много нанимать людей, да, тебе нужно думать, а как же это сделать по-другому, как процессы выстроить по-другому, да, как мне плюс-минус тем же ресурсам делать в два раза больше. Поэтому и в этой точке обычно пересобирается и корпоративная культура, потому что мы должны быть быстрее, мы должны быть более автоматизированы, мы должны вообще разобраться, что такая условно-цифровая трансформация, да, где эти инструменты, за счёт чего. И амбициозность тоже самое, да. Да, мы должны пересмотреть наши продукты, возможно, брендинг, возможно, наш фирменный стиль, да, может, он просто уже времени не отвечает, да, упаковку, мы должны посмотреть какие-то инструменты продвижения. И тут мы понимаем, что та команда, которая с нами, она немножко не дотягивает. Не дотягивает, да, а у нас ценности поменялись, да. И здесь вопрос в том, что и мы должны тогда посмотреть, мы должны посмотреть, какие компетенции должны быть в команде, какими ценностями должны жить эти люди, да. И да, нужно пересобираться, но понятно, что мы не пересобираем, там 100% команды всех уволили, да, где-то там пошли на рынке кого-то искать. В целом, ну вот по моему опыту, да, пересобирается в такие моменты, процентов, наверное, 15-20 команды. Ядро такое, да? Ядро. Ранние сторонники, там, последователи. Кто может эту историю лидировать, да, потому что без лидеров процессы двигаться никуда не будут. И это процесс трансформации, и когда мы говорим про любую трансформацию, про любые новые стратегии, там всегда трансформировается и корпоративная культура, да. Очень важный, мне кажется, вывод, который я вот сейчас сидел, размышлял над всем тем, что ты говоришь, что и стратегия, и стратегирование как процесс, да, и корпоративная культура, и функции СЕВА, всё это вместе, и всё это всё равно, это процессные вещи. Это не бывает в моменте. Да, вот сегодня я видео, видение своё придумал, и завтра же мы начали жить по-другому. Нет. Это, ну, по большому счёту, если переводить в простой язык, да, это когда два совершенно незнакомых человека, мальчик и девочка встретились, и вдруг они должны пройти путь, там, создание семьи, рождение ребёнка, это не происходит за день, за полгода, там, это жизнь. И вот этот вот трансформацию, вот там, ты познакомился, там, беременность, роды, взросление, ребёнок в школу прошёл, нельзя это сделать монтаж, как в фильме «Человек с бульвара капуца». Тебе нужны разные навыки, тебе нужны для, извини меня, построения отношений и свиданий одно, тебе нужно для того, чтобы войти в брак другое, тебе нужно для того, чтобы, там, я не знаю, рождение детей, да, тебе нужно… Третье. Третье, да, и ты всё время растёшь, и ты меняешься. То есть это постоянный процесс, я не знаю, там, спиральный какой-то, да, не в смысле там каких-то динамиков, а именно спирального изменения себя, роста, потому что если ты стагнируешь, то есть отношения разваливаются, семья разваливается, ничего не получается, а ведь ты же хочешь сохранить, и с компанией то же самое. То есть любое видение, что-то придумать, это даёт возможность тебе уйти на другой уровень, оценить, где твои, посмотреть, и посмотреть, эй, пошлите со мной, там кто-то не хочет, отвалился, кто-то пришёл, новый. И здесь очень важно, ты знаешь, вот то, вот то, про что ты говорил, и здесь возникает, в такие моменты возникает точка выбора. И чаще всего собственники или управленцы, да, пытаются тащить людей за собой, всех. Но на самом деле, когда мы видим сопротивление, оно же может быть осознанное или неосознанное, да, и вот когда мы видим это сопротивление, и здесь вопрос, мы уже понимаем, что человек-то делает выбор мне туда не надо, не только ты как компания, а ты пытаешься, да нет, давайте добро причиню, пошли в светлое будущее, а ему туда не надо. И как в работе, так и в отношениях бывает такое, что ты любишь человека, он говорит, а мне туда не надо, и ты должен сделать выбор. Да, и ты отпусти всё, и человек не всегда может озвучить свой выбор, это иногда сложно, да. И вот здесь пытаться кого-то заставлять идти в это светлое будущее не нужно, а просто вот в моменты трансформации возникает саботаж в том или ином виде, да, он может быть тихий, он может быть громкий. И здесь вопрос, саботаж, я разбиралась с этой темой, потому что было в моих бизнесах, я часто встречаю в бизнесах клиента, это есть, это присутствует всегда в точках трансформации, когда мы меняемся, да, и кто-то говорит, а мне же там хорошо, так же хорошо, я не хочу меняться, человек говорит, я не хочу меняться, мне туда не нужно, тихо, да, громко, не делая что-то, да, сопротивляясь чему-то, поступками, но он обычно ещё, такие люди ещё заражают, да, немножечко. Центр токсичности становится. Да, и здесь вопрос в том, что тем самым человек тебе заявляет, что я туда не пойду. И вот здесь, с моей точки зрения, это, знаешь, это выбор сказать хорошо, спасибо большое за тот путь, который мы с тобой вместе прошли. Потому что он не будет полезен в новом пути, потому что ему туда не надо. И человек идёт какой-то параллельной дорогой. И вот здесь очень важно принять и просто уважать его выбор. Всё, вот эта точка, где просто расходятся дороги, и где-то, возможно, вы пересечётесь, да, его экспертиза будет полезна, да, в каких-то моментах, да. Но вот здесь вот очень важно вовремя и своевременно принимать решения, потому что путь трансформации любой, опять же, по моему опыту, это год-полтора. То есть это процесс перестроения, да. И когда мы встречаем внутри такой саботаж, там… Скорость увеличивается. Идти параллельной дорогой. Да, 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 замедляется. Да, всё, идти параллельными дорогами. Я не нашла никакой способ по-другому пытаться… Слушай, невероятно классное слово «выбор», да. И я вот его даже написал, ты видишь, прям сверху над всеми этими штуками, потому что вот иногда ты понимаешь, что тебе вот оно окно возможностей, да, но выбрав это, ты как бы сам себе должен объяснить, что это повлечёт за собой трансформацию тебя, твоей команды… И всего, что вокруг тебя. И всего, что у тебя… И, возможно, твой лайнер, который шёл спокойный такой круизник, должен превратиться в тримаран какой-нибудь там, да, или наоборот превратиться в подводную лодку и идти куда-то там… Но он не превратится сам по себе, он превратится твоими руками… Усилиями всех. Твоими волевыми решениями сложными, которые будут ломать, да, которые будут непопулярны, которые, возможно, будут кому-то непонятны, да. Но, кстати, именно поэтому я никогда… Не рекомендую стратегию спустить сверху. Вот вам, да. Я тут сделал, кому-то внешнему отдал, мне тут написали, а теперь мы будем жить по-новому. И у людей такое сопротивление, даже у тех, кого его вроде бы нет, да. Вроде, которые преданные, лояльные и всё. Да. Знаешь, ты когда поговорил про пересборку этой лайнер, я же мальчик, я в детстве там много чего там, что-то не работает, ты пытаешься это разобрать, потом собрать, у тебя всегда остаются лишние запчасти. И я понял, что при пересборке всегда что-то остаётся лишнее, ненужное. Да. Как сказать? За спиной, да. За спиной, да. Да. Слушай, удивительно, удивительно интересный экскурс такой видения, стратегия. Я тебе говорил, что время нашей программы пролетает незаметно, осталось пять минут. Скажи, пожалуйста, что ещё бы ты хотела рассказать про стратегирование, про видение, тем более в канун Нового года? Слушай, ну, может быть, вот та тема, в которую вошли, да, что делайте это с командой. Потому что, во-первых, мне кажется, сам этот процесс, да, некого такого, знаешь, создания своего будущего, он очень интересный. Ну, это тимбилдинг сам по себе, это точка, в которой можно передоговориться, это точка, в которой можно вскрыть конфликты. А что, причём не то, что там, а давайте сейчас вот мы тут. Подерёмся. Подерёмся, да. Нет, а что нам может помешать то, что у нас есть? И мы даже через этот вопрос мы входим в конфликты, потому что мы понимаем, да, какие у нас барьеры. А вот барьеры у нас там, финансы там или бухгалтерия или ещё что-то, документы вовремя не отдают, да, клиенты ругаются. Давайте его уберём, потому что там это нам будет мешать. Нет, давайте не будем, ведь он ценный кадр. Да, я имею в виду проблему эту. Да-да-да, я понимаю. Да. Неконкретного человека, да. Ну да, у любой победы и проигрыша есть имя. Там же начнут всплывать все вот эти, вот ты правильно сказал, что вскрытие зоны конфликтов. Это можно прямо, знаешь, даже как вот под хороший финал. Чтобы на самом деле передоговориться, нужно обнажить сначала все конфликты. Нужно поговорить. Поговорить. Нужно поговорить. Знаешь, удивительная вещь, я тут недавно вернулся из своих там турне всяких, у меня была там сессия с двумя менеджерами. И я, знаешь, начал самую простую вещь. Я говорю, вот смотрите, вот человек, да, вот ваш подчинённый. Для того, чтобы он вас увидел, что у него должно быть? Ну, глаза, логично, говорю. А для того, чтобы он вас услышал, что у него должно быть? Уши, да. И что дальше? Не знаю. Наверное, чтобы он нас услышал, нам надо о чём-то говорить. Понимаешь, да. И вот на самом деле всё просто. Чтобы что-то человека поменялось, он должен почувствовать там наши органы, да, чувств. Увидеть, услышать. Но кто-то должен понимать, что надо туда что-то занести. И вот что сейчас надо важное занести в целом нашему, как бы так вот, ну, нашим SEO или крупным топ-менеджерам, которые отвечают за то, чтобы видение в их компании появилось? Слушай, ну, мне кажется, первое, это понять, что это ответственность SEO, да, второе, что если SEO хочет, чтобы у него была команда, да, сделать эту ответственность командной, да, и вот страцессия, ну, для меня самый любимый инструмент. Я всегда, я последние 15 лет для своего бизнеса делаю только с внешними фасилитаторами этих страцессий, вот. И почему? Потому что важно расширить, да, важно расширить и важно, слышь, вот так в хорошем смысле взаимоопылить друг друга идеями, потому что когда мы начинаем общаться, вот смотри, ты подхватываешь мою мысль, я подхватываю твою мысль, мы развиваем, мы идём куда-то, куда даже у меня мысли не было вообще, это вообще не было там, условно говоря, там, в моём видении, например, нашей беседы, да, сегодняшней. Ты вопросом или идеей, или реакцией раз и расширил наше поле, да, а когда это там топ-команда, я не знаю, 4, 5, 8, 10, 12, 20 человек, да, начинает происходить интересный творческий процесс, да, слово за слово, идея за идеей, мы открываем для себя какие-то новые вообще перспективы, возможности, продукты, идеи, идеи по улучшению, по эффективности, по той же орг структуре, да, и так далее. И поэтому, во-первых, смотреть в будущее, это точка опоры мощная, да, мощнее, чем опора в себе, и делать его вместе, да, и тем самым мы передаём, мы создаём некую командную ответственность за результат, что сегодня особенно важно, потому что сегодня, знаешь, я понимаю, что, например, меня вот там в эти выходные там сильно поднакрывало моральным, и я пыталась сказать, почему, а потому что на мне сейчас лежит такое количество ответственности, ни действия, ничего, но вот эта ответственность, которая лежит на тебе грузом, да, разделите её, сделайте её командной, да, и возникает оттуда и поддержка, и идея, и какие-то брейнштормы, да, и ответственность, она немножечко распределяется, да, она каскадируется уже тоже на другие уровни, что тоже важно, что тоже помогает не сидеть, смотря внутрь бизнеса, а быть вот этим капитаном с биноклем, который ищет возможности, и когда этот штурвал может подхватить кто-то. Супер, да, и знаешь, я сразу сейчас-то говорил, я прямо визуализировал, что ты говоришь, образное мышление, я когда книгу читаешь, у меня кино там, да. А у тебя вообще капитанская история. Да, вот SEO, вот мы сейчас взяли его шляпу SEO, да, вот как его руководителя, где он делит ответственность, там, создаёт видение, работает в интересах компании. Давай снимём, потому что Новый год впереди. И клиента. Вот он просто человек, вот просто человек, да, и вот за оставшуюся минуту, что ты пожелаешь нашим простым, обычным людям, которые несут на себе это огромное бремя ответственности за весь наш российский бизнес? Ну, помнить, что они просто люди, не забывать отдыхать, потому что я вижу огромное количество людей, выгоревших, ну, не то, что выгоревших, но уставших, да, вот прямо перегружаться, выключаться, да, искать точки опоры в своей жизни, кроме бизнеса, их должно быть несколько, да, искать источники, откуда это вдохновение приносить в команду, потому что ответственность лидера, лидеру очень часто сложно на кого-то опереться, да, ты идёшь вот как такой ледокол, пробиваешь, ты же не будешь выглядеть там жалко, неуверенно, да, в глазах там подчинённых, да, они вот смотрят и ждут от тебя решений, да, и вот чтобы эти решения были, нужна подпитка, нужна энергия, да, у тебя может не быть ресурсов, но, блин, в тебе энергия там, я не знаю, как в буйволе, да, и ты можешь пробить там своими рогами всё, что угодно. Вот искать источники вот этой энергии, особенно сегодня, потому что очень много их забирают, да, они определённо забирают очень много энергии, вот, потому что этой энергией нужно делиться с миром, с клиентами, с сотрудниками, с семьёй, с друзьями и так далее, да, и вот помнить, что энергия, она, кроме того, что она в бизнесе и в бизнес-целях, да, её ещё очень много вовне. Спасибо тебе огромное. Успевать жить, Карвати. Друзья мои, это была Татьяна Спурнова, мы говорили о стратегировании, о видении, о том, как работать с командой, и не забывайте просто, что, несмотря на то, что вы сегодня, сейчас, в данный момент, сидите в прекрасном офисе, в костюме, или, может быть, в толстовке или футболке, и играете роль SEO, не забывайте, что вы простой человек, и вам тоже нужно уметь разговаривать с самим собой, находить точки опоры и строить своё личное будущее, которое тоже поможет вам его достичь. Таня, с наступающим годом, всего тебе самого лучшего, спасибо тебе за откровенный разговор. Спасибо, взаимно. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова